Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Tales of Arise. Ну что ж, в прошлой серии мы спасли Шулон, и теперь пора вернуть её в строй, да? Как там у нас получается изменить? Нет, не то. Стой, не то, не то, не то, не то. Путаю постоянно, тык-тык-тык-тык-тык. Потом статус изменить, вот. И, наверное, вместо Дахалима... Хотя можно Дахалима оставить. Не, лучше уберу Дахалима и поставлю Шулон. Она нам сейчас нужнее. Чё у нас там у неё по шмоткам? Хотелось бы сразу узнать. Всё остальное хуже, я понял. Здесь тоже, я понял. Чё тут у нас от воздуха и земли? Нам нужно от воды её защитить. Ага, а у нас ничего нет, да? Весь стихийный урон минус 20%. Пускай хотя бы так. Я думаю, это в любом случае будет лучше, чем ничего. Слушай, а вот касательно Шулона, у неё там платье было такое прикольное. Может быть, мы поменяем ей? Смотри, чёрное прям такое, прям капец. Сумеречное. Не, ну давай лучше вот так. Такое прям чёрное, всё. Чёрная вдова идёт мстить. Нам, получается, нужно вот сюда. Фасад храма. Сегодня, по идее, мы наваляем Волрону, да? Куда это место ведёт, вообще непонятно. Ну, странно, что такие маленькие локации, но можно же было сделать уже побольше. Мы же не на PlayStation 2 играем. Чё-то разработчики прошляпили этот момент. Вероятно, это имперская стража Волрона. Не похоже, чтобы они кого-то разыскивали. Скорее, просто ждут чего-то. Ладно, кажется, нам здесь не рады. Ну, разомнём кулаки, что ли? Постой, у нас даже плана нет. Ну, для Лоу и это сойдёт за план. Погнали. Разуй глаза. Слепая преданность ничем не лучше рабства. Слава Волрону! Бесполезно. Им хорошо промыли мозги, как и тем марионеткам снаружи. Всё, пошла жаришка. Всё. Во, наконец-таки огонь, наконец-таки. Как долго я этого ждал. Получилось. Ну, там, кого-то мы только одного добили, и кто-то ещё до хрена, я смотрю, да? Давай в сторону, сейчас, секундочку. Опа, началось. Лоу решил повеселиться. Чё-то зацепило у меня так нормально. Нужно разыграться ещё. Получилось. Сейчас постоим, восполним хп. Хорошо вышло. Всё, уничтожили. Что-то тут не так. Солдаты больше напоминали рабов, которыми движет извращённое представление о преданности. Да, хоть мы и победили, но внутри пустота, прямо как у них. Странно. Мне всегда казалось, что преданность – лучший отобродетель. Теперь я в этом не уверена. Возможно, нужно просто знать границы своей верности. Или же проблема в беззаветной преданности хозяину. Пожалуй, проблема это становится тогда, когда ты лишаешься возможности выбора. Думаешь, если мы победим Волрона, они вновь смогут принимать решение самостоятельно? Ладно, забудь. Сейчас не время рассуждать. Подумаем об этом позже. Есть задачи поважнее. Надо победить Волрона. Элитные стражи Волрона весьма внушительны. Чего и следовало ожидать. Их подготовка и снаряжение в много раз лучше, чем у рядовых солдат. Не дайте им вымотать себя. Нам нужно приберечь силы для встречи с Волроном. Большому городу большой замок? Да, кто-то прямо пошел в разнос. Они правда друг друга стоят. Но я бы сказал, еще лучше замок подходит своему хозяину. В каком смысле? Он производит давящее впечатление. Кажется деспотичным, а главное безжалостным. Словно его хозяин пожертвовал всяким комфортом, лишь бы сделать из него место, откуда правят, и громко заявить о своем превосходстве. Словом, идеальное жилище для нашего одержимого жаждой власти противника. Потому он нас и впустил, чтобы именно это и сообщить. Словно поиздеваться захотел. Поиграть хочет? Ну так мы ему такие игры устроим, что он их запомнит надолго. Оживленный пылающий меч. Мне кажется, или пылающий меч действительно горит ярче обычного? Не кажется, астральная энергия внутри него словно каким-то образом стала сильнее. Похоже, Алфин научился еще лучше использовать способности правителя. Правда? Не, не знаю. Вроде я все делаю как обычно. Так и есть. Это доказательство того, что связь между тобой и Шион стала крепче. Тут все ясно. Серьезно? Ну здорово тогда. Что скажешь? Они правы? Откуда мне знать? Пх, толку от вас. У меня имеется пара теорий на этот счет. Нет, давай-ка без теорий. Если подумать... Да, пожалуй, сейчас энергия выкачивается из главного ядра уже не с таким сопротивлением. Ага, значит и правда связь укрепилась. Ну вы молодцы. Постой, а как же рука? Меджи всегда оставлял на ней сильные ожоги. Да, точно. А если теперь он еще горячее... Боли правда жутко, я врать не буду. Но почему-то во время боя я спокойно ее переношу. Меч как будто становится частью меня. Или что-то вроде того. Я прямо чувствую, как в груди отдается его биение. Сложно описать. Другими словами, пламя в твоем сердце сильнее даже огня пылающего меча. Надо же. Поэт-то наш. Все, идем. Пошли. Я уж думал, что мы сейчас сразу будем драться с Волреном. Оказывается, нет. У него тоже замок и тоже охрана, которую нужно навалять. Хорошо, сейчас исправим всю эту ситуацию, да? Почему нет? Дратуйте, ребятки, как оно. Нормально? Бедняга, он там вообще не знает, наверное, что делать. А что там стояли, тупили полчаса, блин? Могли бы уже его загасить. Сторону. Сторону. Все, добиваем. Ну, когда он один, это довольно просто. Вот когда их толпа, уже проблемы начинаются. Кстати, мы там нашли новые материальчики, которые можно использовать для того, чтобы создать новое оружие. Так, к слову. И откуда же начинать поиски? Территория просто огромная. Логично начать с самой большой и высокой постройки. В замках самые важные вещи, как правило, прячут в таких местах. Сразу видно, кто из нас владел замком. Лорд Волрен. Так и где он? Определенно не здесь. Остается лишь предположить, что он ждет нас в тронном зале. Сколько можно нагнетать? Встретился бы с нами лицом к лицу, а не прятался патронным залом. Но я бы сказал, что раньше он не особо прятался. Для него это все большая игра. Должно быть, он смакует каждую ее секунду. Как зогол, который играется жертвой перед тем, как убить. Неудивительно, что у него нет друзей. Это всего лишь уловка, чтобы ослабить добычу. Измотать нас, а потом наброситься. Больно все красиво складывается. Алфин? Все нормально. Победим Волрона и получим последнее главное ядро. А с ним создадим Альмарену и положим конец этому кошмару. Ага, что-то она знает. Типа, нифига, там еще пол игры впереди, чуваки. Да? Начинаем? Эх, зараза, не успел. Эх, исчез. Отскочил прям очень не вовремя. Во, все пошло. Кажется, нормально, да? Все, один готов. В сторону. Хорошо пошло, кажись. Добиваем. Все, победа за нами. Ну, тоже было не сложно. И дамаг такой нормальный. Я смотрю, 11 тысяч уже. Все, теперь почти у всех 34 уровень. Только до Халима осталось докачать. И все. А вот здесь прямо еще до одного места, слушайте. Ну и так просто, конечно же, не пройти. Придется атаковать. Все, сбили ему атаку, благо повезло. Он нам что-то пытался просто кастануть, видели, да? Давай быстрее. Эх, не получилось, буквально чуть-чуть. Вот не ту атаку использовал. Сейчас, сделаем. Все. Ну, странно, активируется вот эта вот атака, на самом деле. Зажимаешь две кнопки, и не всегда срабатывает. Лучше бы сделать какую-то отдельную кнопку, что ли, под это все. Ах, черт. Ну там, в принципе, вроде получилось. Вроде нормас пока идем, относительно. Все, добиваем. Получилось. Ну, что-то прям тяжко на самом деле было. Я очень много хороших возможностей упустил, к сожалению. Эта дорожка поднимается, как подъемный мост. И пнуть ее, чтобы опустилась, видимо, не получится. Скорее всего, ее можно управлять с помощью какого-то устройства. Предлагаю осмотреться и найти его. Хорошо. Видимо, устройство находится тут. Я так понимаю. Ага. Тут можно расплавить все. Но это мечом как раз-таки моим. Ага, тут весело, я смотрю, да? Очень даже. Я вижу не совсем обычного врага. Ну, че ж поделать. Сейчас будет, короче, прям больно, скорее всего. Причем мне. Ну, прям очень сложно каст сбить на самом деле. Жесть. Все. Но они постоянно кастуют, заметьте, это жесть. Че-то у Кесары там все печально, я смотрю. Все. А че там у него синие уже кулаки? Че-то у Кесары там все печально. Ну, он последний вроде остался, да? Да, вроде последний. Ну, и осталось ему недолго такими темпами, если уж говорить прямо. Вот там просто толпа на него налетела, он ничего не мог сделать. У него шансов вообще не было. Все, теперь у Духалима, ребята, 34 уровень, 14 тысяч монет. 14 100 даже, если быть точнее. Это прям достойная награда. Купим всякого интересного. Красота. Чтобы остановить нас, нужно нечто большее. Хм, возможно, они пытаются нас измотать? А че-то здесь есть? Нет, сюда нельзя. Ну что, набьем морду его сиятельства? Смотри, у нас, получается, есть путь вот туда. Есть путь вот туда. Сейчас попробую пробежать. Успел. Ха-ха-ха-ха, догоните, сволочи. Куда это меня приведет, интересно? Ага, вон там тоже плюхи есть. Сейчас, погоди, а че у нас вот здесь? Кстати, я хотела извиниться за то, что напала на тебя во время нашей первой встречи. Не стоит. Зато я точно не забуду, как мы встретились. Понимаю, но все равно хотела попросить прощения. Я бы сказал, что все это в прошлом. Сейчас я считаю тебя способной и верной союзницей. Для меня честь это слышать. Постараюсь оправдать твои надежды. Ну ладно, че, начнем давайте отсюда тогда. Первый сундук, считайте, мы облутали. 19 тысяч монет, охренеть. Хорошо зашли на огонек. Прям богатыми будем, ребята, трындец. Давай сюда. Опять же у нас, видишь, здесь очень много волков. Может, можно их типа скипануть, не? Говядина. И 7 650 монет. Прям очень щедрые разработчики. Кое-кому следует поучиться. Че-то здесь, может быть, да. Вот там еще плюшки есть. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Эх, не смог, ребята, не смог я. Боевая броня, это полноценные доспехи, предназначенные для боя с людьми. Они защищают жизненно важные органы, не стесняя движений в сражении. Это... Ему? Да. Ну, типа, стихийная защита чуть похуже, но зато все остальное значительно лучше. Ну ладно, нормально. Пойдет с пивом? Приходится чем-то жертвовать ради защиты? Ага, понял, сейчас аккуратно. Отбежим. Ой. Эх, не получилось, ребят, не получилось. Ну ладно. Этих, наверное, сейчас быстро раскидаем. Я думаю, что вряд ли они там нас смогут прям надолго задержать. Если что, ребят, кому, опять же, не нравятся бои, там, я опять же все понимаю. Есть тайм-коды у этого прохождения, можете скипать с помощью тайм-кодов. Поэтому все довольно просто. Но опять же не получилось, видишь, хотя возможность была. Все, Кесара не шутит, она знает, что делать. Хорошо пошло. Теперь осталось того. А, зря, зря, уже сбили каст. Все. Добивалочка прошла успешно. Лоу почти прокачал зал 35-го. Смотри, что-то еще здесь есть. Мы можем пойти либо туда. Вижу, давай. Успел пробежать. Ха-ха. Ну там, по-любому, что-то с той стороны еще есть прикольное, да? У меня такое ощущение. Да, там я вижу сундук. Не знаю, стоит оно того, не стоит. Я же сменил тактику, да и походу они сами используют предметы теперь. Охренеть, постойте-ка. Что у нас там по этому желе? Апельсиновое. Ну да, они сами используют. Но у меня, в принципе, более чем достаточно этого всего, поэтому... Ничего страшного. Слушайте, мы же тут уже проходили раньше, нет? Нет, это... А хотя ты, кажется, права. Все, я уже не представляю, где мы. Когда все вокруг одинаковое, не мудрено заблудиться. Ага, понятно. Здесь что-то веселенькое есть, смотри. Там сундук, смотри. Вот здесь проход. Я так понимаю, нам туда и нужно. Там сильный враг. Ну ты погоди, а с той стороны зачем мы проход открыли, я не понимаю. Там же что-то есть, по-любому. Пойдем посмотрим. Вход на центральную площадь. Ага. Ничего не понятно. Это с другой стороны вход, видишь? Но здесь есть какая-то плюха. Шелковый халат. Халат соткан из особых шелковых нитей, которые наполнены астральной энергией. Материал гладкий и тонкий, но при этом достаточно прочный. Это, скорее всего, не для Дехалима. Я правильно понимаю? Нет. Это для нее. Но не зря мы использовали его и здесь. Но там еще проход есть с другой стороны. Сейчас я кое-что еще проверю. Нужно бы, конечно, вернуться. Но там, скорее всего, до хрена врагов будет, да, кажется? Да, сейчас врагов будет до жопы. Просто там еще с той стороны был проход. Блин, и как вот быть? Ладно, потом еще поизучаем. Давай, иди сюда, скотина. Давай, давай, давай. Беги. Что-то у нас вот здесь. Лимонное желе. Ладно. Ну, это, типа, не босс еще, как бы, да? Мини-босс, скорее всего. Все, считайте, этих врагов загасили. А, там еще и стражник с другой стороны прибежал. Ну, здорово. Что-то я его даже не заметил сразу. Слушай. Сначала нужно мелочь добить, а потом уже заниматься пареньком покрупнее. Все, добиваем его. Остался последний. Упал. Ну, у него вообще полоска не заполняется. А сколько у него здоровья, мне просто интересно. Да хрена, там почти 100 тысяч было. Ну, не почти, а точно 100 тысяч у него было. Ну, по сути, это посс уже полноценный, как по мне. Ребята, дамаг сумасшедший. Охренеть, 103 удара уже. Хорошая была комбо, больше сотки ударов набили. И опять, смотри, зараза, что делает. Хорошо, пока идем. О, почти-почти получилось. Опа, зацепила меня, зараза. Ох, зря, ох, зря. Кисара, давай бей его. Ну, шо, он прям отлично справляется. Она прям идеально и выбирает заклинания, чтобы всех лечить там или одного. Она вот именно в плане, как хилер гораздо лучше Дахалима. Ну, по сути, это был босс, да. Забыли полоску хп добавить ему отдельную. Там, ну, 100 тысяч хп, ну, охереть можно. Просто пол полоски хп Волрона. У Волрона же 200 тысяч, да, по-моему? Ну, в итоге мы, как бы, поднимаемся выше. Значит, мы идем правильно, верно? И вот, смотри, да-да-да-да. А нельзя этим опустить подъемный мост? Давай попробуем, только поскорее. Будем надеяться, что сейчас получится перейти. Не попробуешь, не узнаешь. Можно оттуда спрыгнуть, чтобы быстро вернуться назад. Мощное лекарство, хорошо. Ну, я думаю, что это не просто так дают нам столько всякого добра. Просто дело в том, что, вероятно, Волрон прям даст по щам знатно. Смотри, нам нужно по идее туда, но ты погоди. Давай сначала сюда зайдем и пойдем вправо. Там вроде тоже была запертая дверь. Куда она меня приведет, хотелось бы узнать. Короче, вот смотри, я шел сюда в прошлый раз. Ну, вот здесь вот. Там еще и влево можно было свернуть. Ну, ты постой. Ой, блин, понятно. Вот сюда можно зарулить. Ну, что-то здесь никого нет подозрительно. Эликсир, хорошо. Теперь здесь, смотри. Там вроде от нас убежали уже. Враги, да? И поэтому мы можем спокойно проследовать куда-нибудь сюда, да? Ну, там что-то есть, но я не думаю, что там что-то интересное. Что стоило бы нашего внимания, да? Все, враги отступают. Мы сейчас быстро вот так вот хоба-хоба-хоба. Красная ромашка. По-моему, она что-то увеличивает. Не знаю, что именно, что-то увеличивает. Слушай, Шон, а ты, эээ, ну... Что? Помнишь, что ты мне сказала после того, как Алмадрея, ну... Так точно, Шон. И смотри, в итоге куда-то мы тоже, ну, поднялись. Тут можно еще вот сюда зайти. Что-то странно как-то. Один враг, серьезно? Что-то там есть за ним, да? Понял. Ловушка. Ха-ха-ха. Думали, обманете меня, да, сволочи? Сейчас они вроде отступили. Нам, похоже, туда тоже нужно. Погоди, там что-то есть. По-любому. Не может быть такого, что там нет ничего. Вот пробежали, считаете? Не хочу драться просто со всеми прям. А то уже драк до хрена было. И вот, получается, последние враги, которые здесь, по всей видимости, есть, да? Ну, мы не можем проскочить просто так. И тут, смотри, да там, да вы что, издеваетесь, что ли, серьезно? Тут просто жесть. Только посмотрите на это. Там толпа целая еще впереди меня ждала. Шон, ты такая сильная, даже несмотря на все, что ты пережила. Я бы так не сказала. Не знаю, что бы со мной случилось, если бы я все делала в одиночку. Могу понять. Даже просто знание, что ты не одна, уже здорово поддерживает. И вот там что-то точно есть хорошее. Я прямо уверен на сто процентов. Ну-ка. Давай их отвлечем, наверное, да? Не будем драться. Похоже, локация была, ну, опять же, в другой секции этого замка. Так что здесь, скорее всего, сейчас будет плюха и все. Зачем мы это не сделали? Там сейчас в итоге враги все скинутся. Ну, странно. Эликсир Омега. Лучшее лекарство, которое полностью восстанавливает уже всех союзников. Снимает эффекты нокаута и физэффекты. Хм, забавно. Теперь придется с ними драться, по всей видимости, да? Ну-ка, пускай они сюда подойдут. Может, сможем их оббежать все же, не? Поэкспериментируем. Ха-ха, смогли, смогли, смогли. Теперь здесь. Уи-уи, давайте за мной, сволочи, давайте, давайте. Сейчас бежим, бежим, бежим. Ну, тот меня не видит, понимаешь? Это вот тупо максимально. Ну, перестань, дружочек. Ну, что ты меня не видишь? Давай, я тут. И вот он специально, как будто бы там... А, нет, кажется, все, он там раздуплился, не? Нет, получается, он за нами не бежит, потому что, видимо, за мной и так слишком до хрена врагов. Но, опять же, все веселье еще впереди. Короче, что нам нужно сейчас сделать? Убить вот этих вот тварей? Ну, ты погоди. Предварительно. Нужно, наверное, использовать предметы. Вот так. И вот так. Теперь смотри, что мы делаем. Апельсиновое желе. Раз. Два. И три. Ну, все использовали, да. Но я потом сейчас куплю, сбегаю. После этой схватки. Потому что она будет, опять же, очень сложной. Давай, пойдем. Сначала нужно мелочь. Поехали. Неплохо вышло. Есть, минус один. Остался еще один рыцарь. Я упал? Серьезно? Нифига себе, первое падение за все время. Просто жесть. Давай, Шон, поднимай меня. Шон? Ты там вообще что-то планируешь делать, подруга? Я тебя все равно. А, и вообще похер. А, и вообще спасибо. Все, очередной готов. О, давай, давай. Сейчас в самый раз пригодится твоя ярость. Вот куда ты, блин, там все целишься, дружище? Хорошо вышло. Отлично, ребята. Комбо прям хорошо пошло, я смотрю. Эх, 101. Ну ладно, в принципе, неплохо было очень даже. Ух ты, серьезно сейчас? Там кому-то, кого-то подбили. Сейчас мы его добьем уже осталось чуть-чуть, но живучая тварь, конечно. И две таких, понимаешь, здесь. А, давай быстрее, стой. Вот, давай чуть-чуть, ребята, ребята, постарайтесь. Немножко осталось. Все, добиваем. Наконец-таки, жесть, просто жесть. Да тут каждому должны были по уровню дать, ептать. Ну, разработчики, ну вы че? И мы в итоге оказались. Ага, здесь еще оказывается сова. Ну, смотрим. А, получается, рубильника было два, что ли, я так понимаю, или че? Флакон жизни. Отмена, нет, подожди, пускай будет. Если что, будем иметь в виду, да, что можно здесь забрать. А где этот самый? Где сова-то? Хм, странно. Совы че-то не видать. Кажется, еще один аппарат для управления подъемным мостом. Тогда давайте включим и посмотрим, что будет. Смотри, Алфин, мост опустился. Вижу, все, путь открыт, пойдемте. А, ну да, все получается. Нужно было просто именно два рубильника. Видишь, активировать. Странно. Я что-то не вижу, или где-то здесь, по идее, сова должна быть? Нереально, там же, по идее, может, рядом со входом? Сейчас, погоди. Видишь, пухунья не реагирует. Не появляется. Опять. Ладно, хорошо, пойдемте. Ух ты, ёпты, высоковато здесь, однако. А теперь нам нужно подниматься. Пошли. Вообще не мешало бы вернуться обратно. Но сейчас дойдем до очередной точки переноса, да? Успел. Есть! Ух, вот это было четко. Вы видали, как я это сделал? Просто молодец. Красавчик. Красавчик. Вот здесь, смотри, видишь? Якобы. Поблизости должен быть кто-то. А, нет, стоп, показалось. Вон. Пухунья-игрушка. Игрушечный пухунья, тонкая работа. Очень милый, но настоящий пухунья еще милее. Новая локация. Висячие сады. Ну, здесь, скорее всего, сейчас будет босс. А, типа, точка переноса ближайшая где находится, просто хочется узнать. Но точно не здесь. Блин. И вот что делать? Нужно как бы вернуться, но ладно. Давайте попробуем. Может, получится с тем, что есть. Что это за место? Смотрите туда. Кажется, обратной дороги нет. О, старые добрые монстры. Кто бы сомневался. Всем быть на чеку. Это штука электрическая, я понял. Ну, много, да, здоровья, снаряжения. Постойте-ка. Надо что-то от электричества, да? От огня, от света, от тьмы, воздух, земля, свет, тьма. Подожди-ка, а что, от молнии нет? Мдяуш, мдяуш. Это плохо. Не-а. Ладно, давайте пробовать. Волрон встречает нас с распростертыми объятиями. Ну и гостеприимство. Может, уже займемся этой тварью? Смотри, вот это вот разбиваем. Вау. Нихрена себе дамаг серьезный. Где он там? Ну, пока вроде нормаса идем, да? В сторону. Есть, ядро духа разбита. Отходим. Чё-то там кесара вообще злая. Ха-ха-ха. Подожди, а есть еще там ядра духа, нужно посмотреть. Ух ты, чёрт. Сейчас пускай она речит сначала всех. Есть, половину сняли. Чё-то, ну, в принципе, не сложно. Пока не сложно. Ноль хп сносим почему-то. Ёп твою, Зан. Там еще один, оказывается, есть. О, мы в жопе. Мы в жопе, ребята. Я думаю, чё так просто? Оказывается, все не так просто, дэм. Да вы издеваетесь, но разработчики, зачем двойные боссы? За что мне это все? Ладно, давай сначала добьем одного, потому что, ну, это просто жопа будет, если они вдвоем тут начнут развлекаться по полной программе. Сейчас, секундочку, Шон лечит, запускаю. Подожди, знаешь, что я использую? Вот так сделаю. Отходим срочно. У Шон что-то там все плохо. Сейчас, быстро. Шон упал, а чёрт, ладно. Пока вроде норма сойдем. Да не туда ты бьешь, блин. Ты не туда воюешь, стой. Я упал, это плохо, но ничего, мы сейчас еще встанем и надаем им по щам. Давай, добиваем его быстрее, ну. Да не туда ты бьешь, блин, автоприцел бесит. Выбираешь одного врага, он переключается на другого, так нельзя. Сейчас, секундочку, секундочку. Давай сначала ее. Теперь быстро давай лучше себя пока. Уничтожено ядро. Давайте, ну, ребятки. Не подведите, осталось чуть-чуть. Давайте, давайте, ну. Там немножко осталось. Всё, первого добили, хоть чё-то хорошее. А чё, типа, дамага нет? Не пойму, в чём проблема. Вот, туда. Нужно бить по ядру. А чё дамага нет? Слушай, чё за фигня? Стойте. Что-то происходит. Что? Они слились? Ой, блин. Короче, чё-то жесть. Какая-то эта херня ещё себя усилилась. Круто. Прям вообще огонь. Подожди, у меня всё закончилось. Нет, вот, смотри, можно вот так сделать. Не очень вышло. И, судя по всему, стали ещё сильнее. Значит, это истинная форма? Сейчас быстро флакон жизни. Короче, походу мы попали, да? Чёрт, беги, беги, беги. И сейчас нужно срочно всем... Давай, знаешь, что сделаем. Ладно, хрен с ним. Погнали. Теперь давайте развлекаться. И у нас есть там слабые места? Есть, пошли. Неплохо. Неплохо пока. Бежим. Тихо, ребята, там не расслабляем булочки, у нас еще половина. Ой-ой-ой, что-то я упал, не подрассчитал слегонца. Ну еще сто тысяч у него хп, но это просто жесть. Ну нормальный дамаг, слушай. Удивительно даже. Есть уничтоженные ядра. Очень, конечно, не вовремя. Втекаем. Так, ребятки, там не тупите, пожалуйста, я вас очень прошу. Сейчас не тот момент, когда нужно тупить. Втекаем. Втекаем. Это плохо, что он упал. Сначала что он. Это что за фигня, алло? Вы там что, издеваетесь? Опять флакон жизни. Лоу, не тупи, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Да вы что, издеваетесь? Вы прям очень вовремя решили попадать все. Теперь быстро, кого-то нужно лечить, мощное лекарство. Давайте всех. Чё-то жопа. Сейчас быстро... Ага, перезарядка. Теперь здесь мощное лекарство. Ещё раз. Ну, мы очень много ещё потратили, конечно. Но у босса осталось чуть-чуть совсем. Мы просто не имеем права проиграть. Получилось. 16 тысяч. Так, ребят, не тупим, пожалуйста. Сейчас очень важный момент. Так, 4 флакона ещё есть. Лоу подъём. Просто почти всю полоску. Ну, что вот за херня? Вот это меня так раздражает. Что тебе просто за удар, блин, по полоску всю хп сносят. Ну, нельзя же так. А, блин, перезарядка. Не вовремя. Я упал. Быстро. Быстро. Да ты чё, издеваешься? А, в смысле, всё. Ой, жопа. Я понял. Давайте, ребятки, мы можем. Мы можем. Ребятки, мы затащим. Я вам серьёзно говорю. Главное, не тупите. Получилось. Охренеть, просто жесть какая-то. Просто жесть. Ну, это прям пока что, наверное, самый сложный босс был. У меня такое ощущение. Получилось. Все живы? Каким-то чудом. Каким-то чудом. Хотя, если придётся тратить силы ещё на что-то такое же, против Волрона у нас шансов мало. Надо по возможности беречься. Опять этот звук. Боится, наверное, что мы передумали. Он прямо в разнос пошёл. Алфин, я всё понимаю, но мы должны идти вперёд. Знаю. Шион, ты как? Что? А, нормально. Спасибо. Мы не знаем, какие ещё ловушки заготовил Волрон. Так что будь осторожна, хороша? Я проверю, всё ли спокойно впереди. Что такое? Да ничего, просто... Как-то не знаю я. Чего? Ну, понимаешь, тебе не кажется, что Шион как-то странно ведёт себя с Алфином? Отстранённо, что ли? Разве она не всегда такая? Да нет, я имею в виду с того момента, как мы её спасли. Так это, наверное, из-за предков, в смысле Наори, на которую она похожа, как две капли воды. Возможно, дело и правда в этом. Ты уверена, что не надумываешь лишнего? Чего? Что не так-то? Ничего. Забудь. Да блин, тебе не угодишь. Интересно, мы хоть немного ближе к местоположению Волрона? Я на это очень надеюсь. Мы его обязательно отыщем. И уж тогда он за всё поплатится. Кисара, а ты заметила, что Шион словно борется с чем-то и никому об этом не рассказывает? Да, после того, как мы её вызволили, она стала по-другому себя с нами вести. Даже с Алфином. Но всё-таки к Алфину вернулись воспоминания и чувства боли. А шипы у Шион никуда не делись. И тогда понятно, почему она словно сама не своя. Но меня не покидает ощущение, что дело не только в этом. И что, думаешь, ты чем-то сможешь ей помочь? Однажды слова Шион помогли мне решить, как быть дальше. Так что я хочу сделать для неё то же самое. Только вот даже если получится с ней поговорить, я не представляю, что сказать. На Шион сейчас много всего навалилось. И распутать этот клубок эмоций задача сама по себе непростая. А уж если действовать на Абум, то велика вероятность, что мы ей только навредим. Но... Но как же нам тогда помочь? Пока что, думаю, остаётся лишь ждать и наблюдать. Когда она будет готова к разговору, мы тут же подставим ей плечо. Надеюсь, что получится. Ну смотри, а это в это место можно переместиться? Да вроде нет. Сейчас, погоди, давай чуть дальше пройдём, наверное. Где мы в итоге окажемся-то? Тут уже, видишь, типа предлагают что-то, да? Золотое желе. Аликсир омега очередной. Хороший. Коридор на крыше. Ну-ка, где мы окажемся в итоге? Просто интересно. Серия большая, да, ребят? Кто ждал, тут обрадуется. Но ты погоди. Вот, да, опять же предлагают здесь восполнить здоровье. Это очень здорово. Но мне хотелось бы ещё узнать, знаешь что? Сюда можно вообще, в принципе, переместиться? Где вообще последняя точка переноса? Не здесь и не здесь. 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 Только то есть в самом начале замка. То есть придётся идти там, в принципе, недалеко. То есть мы от главного входа идём сюда и поднимаемся уже там наверх. Ну, я так понимаю, да. Слушай, погоди-ка, а чё, реально нет нигде точки переноса? Стоп. Вот, то есть только сюда главный вход. К началу замка только можно. Хорошо, ребят, давайте-ка пока что на этом мы с вами и закончим. В следующей серии уже, видимо, будет долгожданный бой с Волреном. Я всё равно вернусь обратно вне записи. Там закуплюсь конкретно уже. Денег тем более собрали более чем достаточно. Плюс там материальчиков много набрали, поэтому я смогу сделать себе новое оружие помощнее. Так что, ребята, такие пироги. Ну всё, до скорого, я надеюсь. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Подписываться на канал, на все соцсети подписывайтесь. Там новости канала, ссылки в описании. Там всё остальное подписывайтесь тоже, ребята. Не забывайте поддерживать канал рублём. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ну, в общем-то, всё. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!